добрый день предлагаю вам пошить сарафан детский ну вот видите он черного цвета со вставкой кружева я шила его для школьницы первого класса ткани у меня ушло сюда я шила с кусочков но если вы будете покупать вам будет достаточно 60 сантиметров на рост ребенка метр шестнадцать если у вас ребенок выше или ниже вы можете делать либо удлинять его по низу добавлять соответственно по линии талии до удлинять наш перед и спинку это уже касательно как бы каждого и индивидуально вот я сделала выкройку этого сарафана полностью идут мерки вот здесь вот у вас видите идет талия до у ребенка у меня на сарафанчики я делала выточку по спинке и делала рельефный шов это вы можете сделать сами тоже если вам у вас будет желание юбка вот у нас это линия талии вы можете сделать либо складочки как у меня на сарафане либо просто присобрать надеюсь вам будет все понятно если вы захотите вы можете просто взять сантиметр линейку все это отложить и построить сарафан шить сарафан я буду из кусочков ткани которую у меня остались шилась юбка осталась ткань поэтому нет смысла покупать сарафаны вот сейчас я смотрела в магазине и по 700 гривен и 800 и качество пошива очень очень даже сомнительная скажем так поэтому для себя это всегда очень выгодно и правильно вот мы обводим теперь нашу выкройку обвожу я ее мылом мыло мне нравится больше потому что когда утюгом я прохожу по вот этим следам они просто исчезают а если мы обводим мелом то тогда эти следы остаются вот эту часть мне тоже надо из двух деталей сделать поэтому я сначала вырезаю у меня видите вот не не целый кусок сначала я вырежу эту деталь можно это все теперь убирать я делаю такой припуск на швы потому что я хочу сделать по передней части сарафана вставить такую ткань но она у меня как кружева идет я делаю здесь вот на наш плечевой еще где-то 5 миллиметров на делаю по центру переда вот у меня видите центр переда не получился чтобы он у меня был ну с линии изгиба скажем так даже цельный поэтому у меня здесь будет шов но поскольку будет шум я хочу вперед сарафана украсить вот такая вот ткань есть она сеточка набивная и у нас спереди она будет вот на ткань накладываться сверху для этого я просто сделаю такие как рельефные вытачки вот по этой части я отрежу и наш вперед именно вот эта часть будет идти накладной вот такой вот сейчас пока я не разрезаю оставляю а потом показываю вам дальше у меня не вырезалась спинка спинка видите она идет переходит на перевод складываем опять лицо к лицу вот у меня все разложилось все получилось также я обвожу по спинке я украшать ничем не буду круг такой кружевной ткани у меня не будет поэтому я ее просто вырезаю сзади тоже у меня будет идти шов кто не хочет делать шов тогда делаете линию сгиба если вы будете покупать ткань у вас на этот сарафан уйдет 65-70 сантиметров ткани при ширине даже метр двадцать можно брать точно так же я впереди буду делать прибавку на шов потому что у меня здесь нету сгиба повторяюсь здесь нету сгиба повторяюсь Плюс того, что вы умеете шить, еще заключается и в том, что если вы шлете изделия для себя и своих детей, ваши дети всегда будут нарядными и всегда будут выделяться из массы, потому что у них не будет одинаковых вещей. Я почему начала шить? Потому что мне не нравились вещи одинаковые. Я ношу, еще кто-то носит. Вот, теперь у нас идет юпочка, да, ну, пришивная сюда. Здесь она у нас будет идти вот по такими вот защипиками. Вот будут эти складочки, вот таким вот образом. Я ее вырезаю из цельного кусочка, у меня есть. Единственное, что я сомневаюсь, насчет длины мне может не хватить. Ну, это я брала по линии колена, мерила. Нет, хватает у нас длина, все нормально. Вот, обратите внимание, у нас идет выкройка по линии, там где у нас будет талия, но она будет чуть выше талии, да, шов. Она у нас идет уже по линии низа, она у нас идет на расширение. Нет, если я вот так вот кладу двое, чтобы вы увидели вот разницу, видите. Поэтому я ложу выкройку сначала в одну сторону, а потом я ее переворачиваю вот таким вот образом. Вот так ее ложу, что у меня она выкладывается с другой стороны. И получается у меня боковой срез одинаковый для одной и для второй юбки. И у меня вообще нету расхода тканей, да, ну, отрезков, которые мы просто будем выбрасывать. Все. Вот я раскладывала, получается у меня с этой стороны низ, да, на этом полотнище. А на этом полотнище низ у меня получается с другой стороны. Хочу вам сказать, что на тканях такие, как велюр, вельвет, если вы будете низ и верх, ну, менять полотнищами, то у вас будет разный цвет юбки тканей, ну, даже не юбки, а любого изделия, если вы брюки будете шить, там платье. Поэтому, когда вы будете вот так вот раскладывать, как я вам говорила, поворачивать с одну сторону низ в этой стороне, теперь низ в этой стороне, да, в разных сторон, то вы смотрите, чтобы был одинаковый цвет ткани. Сначала проверьте, у меня он одинаковый. По передней части, вот я делаю рельефный, у нас будет эти шов, я здесь делаю небольшую выточку, чтобы сарафанчик просто красивее сидел. То же самое я сделаю и по спинке. Я беру от линии, где у меня будет шов, откладываю 8 сантиметров, вверх я откладываю 10 сантиметров. Ну и точно так же делаю небольшую выточку в одну сторону, прорисовываю и другую, это у нас будет центр. Тогда наш сарафанчик будет красивее сидеть. После того, как я наметила, здесь я, естественно, это все разрезаю. А здесь я не вырезаю, здесь я просто буду вот так вот сшивать. А здесь разрезаю, потому что у меня здесь будет отделка, я вам говорила, вот такую тканью, да, кружевной. Поэтому разрезаю полностью. Продолжение следует... Продолжение следует...